Здравствуйте! В эфире программа «Ваше здоровье». Сегодня гость нашей студии, исполняющий обязанности главного врача по хирургической помощи Денис Викторович Ересько. Денис Викторович, добрый день! Добрый день! Как ваше настроение? Как рабочий день? Рабочий день, как всегда, напряженный, но в полном объеме все выполнено, что запланировано. Тема нашей программы «Оказание помощи по онкологическому профилю в Раменской ЦРБ». Эта тема, наверное, актуальна, и многие обсуждают не только жителей Раменского, а вообще в целом. Да, и Раменского, и близлежащих районов, и Жуковский, и Бронницы. Эта тема действительно сейчас находится на одной из ведущих позиций в плане социальных напряжений в плане понимания у пациентов, как и что будет происходить с онкологической помощью в целом в Раменском районе и в близлежащих районах Московской области. Денис Викторович, вот с 1 мая работа по онкологическому отделению Раменской ЦРБ, да, поменяется? Это согласно Министерству здравоохранения Московской области изменится работа? Вот как она будет проходить? Значит, в соответствии со 186 распоряжением Министерства здравоохранения Московской области от 28 декабря 2020 года изменяется порядок, формат работы онкологического отделения. В онкологическом отделении с 1 мая не будет оказываться плановая хирургическая помощь для онкологических пациентов. Данные пациенты будут направляться в учреждения Московской области, в которых сохранены хирургические койки. И там вся плановая хирургическая помощь в полном объеме этим пациентам будет оказываться. В целом лечение онкологической патологии и пациентов с онкозаболеваниями в основном это плановая именно помощь. То есть пациенты планово обследуются, проходят необходимые диагностические мероприятия и манипуляции и в дальнейшем им плановом порядке, в плановом порядке формируется и определяется дата госпитализации для оказания специализированной медицинской помощи, но именно в частности хирургического профиля. Денис Викторович, а с чем это связано? Стало меньше больных? Нет, пациентов, к сожалению, остается столько же и их количество не уменьшается. Заболеваемость онкологической, онкопатологии так или иначе сохраняется на высоком уровне. Но связано это с тем, что при анализе работы коек хирургического профиля в отделениях онкологических Московской области было выявлено и просчитано, что экономическая эффективность, экономические показатели этих коек, к сожалению, невысоки. И в связи с чем министерством было принято решение о том, чтобы создать определенные кластеры, то есть учреждения, где будет оказываться вся хирургическая помощь любых объемов для пациентов, жителей Московской области. К сожалению, в Раменской ЦРБ наше отделение онкологическое не попало в список этих учреждений. И нам придется данных пациентов всех маршрутизировать, то есть направлять на эту помощь в ближайшие районы. Денис Викторович, спасибо. А как будет организована эта работа? Как пациент будет приходить к своему лечащему врачу? Пациенты точно так же приходят к своему лечащему врачу в первичный онкологический кабинет поликлиники, где пациенты будут проходить обследования, анализы, регулярные осмотры. И при необходимости хирургического этапа лечения, пациентам будет выдаваться направление согласно карте маршрутной в ближайшее учреждение, которое специализируется или профильно по патологии, которая имеется у пациента. И пациент будет уже тогда туда направляться и в назначенный день приезжать уже непосредственно на госпитализацию для проведения хирургического этапа лечения. То есть неудобств каких-то испытывать, в принципе, пациент не должен, да? Больших неудобств пациент испытывать не будет. То есть... Все организовано четко, понятно. Все организация, она сформирована, маршрутные карты, они сформированы, с министерством эти маршрутные карты утверждены, и в этом плане мы будем им следовать. Но здесь, опять-таки, жизнь может внести всегда свои коррективы, и это обсуждается и с министерством, что это все будет определяться, еще смотреться по факту внедрения непосредственно в жизнь и воплощения в жизни, как это будет действительно работать. Скажите, пожалуйста, Денис Викторович, а какие виды онкологической помощи останутся в Раменской ЦРБ? Значит, в Раменской ЦРБ останется непосредственно лекарственное лечение онкологических пациентов. Весь набор, весь спектр химиопрепаратов для лечения онкологических больных, он у нас имеется. Имеется в полном объеме и в достаточном количестве. То есть все заявки составлялись с учетом потребностей за 19-е и 20-е годы, с учетом ожидаемого прироста пациентов. То есть это все в плюс к имеющимся услугам, имеющемуся количеству химиопрепаратов. Поэтому пока на данном этапе мы не видим каких-либо трудностей с обеспечением пациентов химиопрепаратами. И в принципе сейчас, так скажу, что поставки всех химиопрепаратов, которые нами запланированы и потребности, которые нами поддавались, они все удовлетворены в 100% объеме. То есть отказов от химиотерапии стандартной у нас нет. Бывают ситуации, что для пациента требуется индивидуальная закупка и какой-то индивидуальный химиопрепарат, который, так скажем, не часто используется в лечении, потому что онкопатология вся она очень многопрофильная и многогранная. И предугадать появление какого-либо пациента мы тоже не можем, не в силах. Но такие пациенты, которые приходят и встают у нас на учет, под них производится индивидуальная закупка, индивидуальная поставка препарата, для того, чтобы обеспечить пациенту необходимое для него лечение. То есть амбулаторный этап сохранен? Амбулаторный весь этап сохранен. К тому же, можно сказать больше, у нас сейчас во втором квартале будет планироваться открытие Центра амбулаторной онкологической помощи. Этот центр будет открываться на базе поликлиники. Значит, он будет включать в себя весь комплекс и спектр обследований пациентов с подозрением на онкологический процесс. К данному, коротко это называется ЦАОП, будут прикреплены наши ближайшие районы, это Жуковский и Бронница, и пациенты с подозрением даже на онкологическую патологию могут направляться к нам в ЦАОП врачами-специалистами любых смежных специальностей. То есть если терапевт, кардиолог, эндокринолог, у него есть пациент, у которого и у врача возникает сомнение, что у пациента имеется онкологическая патология, то он может его направить к нам в Центр амбулаторной помощи онкологической с целью быстрейшего обследования пациента комплексного для исключения онкологической или подтверждения диагноза онкологической патологии. Что в принципе, по моему мнению, должно привести к сокращению сроков диагностики и ускорению приближения, так скажем, пациента к лечению уже непосредственно специальному при онкопатологии. Спасибо, Денис Викторович. Подскажите, пожалуйста, а как будет проводиться лечение для тех людей, которые нуждаются в химиотерапии? Лечение точно так же проводится без изменений. Все пациенты, которым показана химиотерапия, это могут быть пациенты нашего района или ближайших окрестностей, те же Бронницы, Жуковские, могут приходить к нам для плановой госпитализации в отделении лекарственного лечения, которое у нас будет сохранено на 20 коек, плюс будут работать 10 коек отделения дневного стационара, который будет работать в две смены, и на этих коеках пациенты будут получать весь спектр лекарственного лечения, который необходим. Процесс госпитализации у нас сохраняется в том же режиме, то есть пациент получает направление на госпитализацию от врача-онколога, первичного онкологического кабинета, и с комплексом обследования анализов приходит в назначенный день на госпитализацию для лечения. То есть мы можем говорить о том, что это также будет оказываться экстренная неотложная помощь, да, жителям Раменского? Мы, если ведем об экстренной помощи, так скажем, лекарственная терапия, она чаще всего не носит в себе состояние экстренности, то есть это все-таки плановая помощь. Лекарственная терапия, химия, препараты сами по себе, введение их для ослабленных пациентов, это есть множество показаний для химиотерапии и множество противопоказаний. Поэтому экстренная помощь, мы все-таки, наверное, ведем с вами речь о хирургической помощи, экстренной. Экстренная помощь у пациентов с онкологическим заболеванием будет оказываться в Раменской ЦРБ, в условиях хирургического отделения. То есть пациенты, у которых имеется осложнение опухолевого процесса, они могут точно так же вызывать скорую помощь, если они находятся в домашних условиях, или быть доставлены родственниками в приемный покой, где они будут осматриваться врачом-хирургом. Врачи-онкологи у нас остаются в штате, они продолжают свою работу, и они также могут прийти осмотреть пациента в приемном покое и выработать совместно с хирургами тактику лечения каждого конкретного пациента непосредственно на этапе госпитализации еще. То есть в случае необходимости экстренной операции, конечно, пациенту эта операция будет выполняться и будет выполняться в условиях хирургического отделения, врачами-хирургами, и в том числе с привлечением врачей-онкологов с целью соблюдения онкологических потребностей хирургического этапа лечения. То есть паниковать жителям нельзя? Паниковать в принципе никогда нельзя и не нужно, но доступность хирургической помощи в случае экстренной необходимости она будет такой же в тех же объемах и в том же порядке. То есть переживать и волноваться, что мы не сможем прооперироваться или что-то с нами случится и нам нужно будет ехать куда-то далеко в другое учреждение, такого не будет. Вся экстренная помощь хирургического характера будет продолжать оказываться в Раменской ЦРБ. Спасибо, Денис Викторович. К сожалению, наша программа подходит к концу. Давайте обратимся, наверное, к жителям Раменского и напомним, на что нужно обратить в первую очередь внимание и бежать в больницу. Ну, в первую очередь хочется пожелать всем здоровья. Это самое главное, что есть и что нужно. Во-вторую, в дальнейшем хочется посоветовать и порекомендовать всем все-таки проходить плановое обследование и плановые консультации, плановые осмотры специалистам, потому что, как я уже говорил раньше, когда что-то случается у онкологического больного, это значит, что время уже упущено. Поэтому лучше не доводить до состояния, что что-то случилось, а обращаться именно вовремя. То есть проходить диспансеризацию. Диспансеризацию, проходить плановое обследование, проходить консультацию смежных специалистов, формулировать свои жалобы, которые в итоге могут привести к подозрению у врача на онкологическую патологию и ранней его диагностике. То есть и лечению в последующем. И в дальнейшем приближению к лечению и будем надеяться к плодотворному лечению. Спасибо, Денис Викторович, за беседу. Уважаемые телезрители, а я на этом с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания.